Ибо если она создана по образу Божьей подобию, то явно, что будучи отображением богоначальной красоты, и она причастна к красоте этой. И это-то, ведая, псалмопевец говорит, Господи, волею Твоей подашь доброте моей силу, красоте, то есть красоте души, чтобы, иначе, слонившись на безобразные страсти греховные и сделавшись безобразные, не отпала она от Бога и божественных воздаяний не лишилась. Поскольку таким образом исповедуется, что такую имеем мы душу прекрасную и добрую, и такую, как залог, должны будем представить ее Богу в последний день воскресения, то прошу и молю, возлюбим эту красоту и ее, и такую доброту ее сохраним, не обращая внимания и сердца на красоты века сего, и на доброты плоти и крови. Ибо это не красота, а истуканы красоты, лучше же тление и прах, что видим мы и набывающим у нас перед глазами. Ибо ныне добротнейший и краснейший завтра полагается во гроб, и зовет зловоние и всех от себя отвращает. Так ничего нет здесь добротного и достолюбезного, кроме одной дивной добродетели, которое наиболее стремиться должно нам. Если же, как исповедуемо часто случается, душа не твердая осквернится нечестивыми помыслами, ибо кто похвалится иметь чистое сердце, притча 29 стих, то поскорее надо бы ее очистить и возвесть в прежнее доброе настроение, чтобы иначе замедлив возле не привлекла она смерти. И никто не говорит, не могу очиститься, будучи многими обременен грехами, слыша, что говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут, как червленые, как волну убелю. Видите неизвеченное человеколюбие Божие, по которому он обещается не только очистить кающегося, но и возвесть наверх благообразной красоты. И примеры этому перед очами. Давид пророк был, но впал в грех, блуда и убийства, однако ж не отчаялся, но скоро прибегший к покаянию опять получил пророческий дар. Монастер, царь 55 лет отклонял Израиля от истинного Бога, но покаялся и улучшил спасение. Верховный из апостолов по отречению от Господа, употребив врачевство слез, опять восприял бремя апостольства. Мария Египетская, прохожу молчанием, многие другие бесчисленные примеры, дошедшие до последнего предела нечистоты похотной, поскольку покаялась достодолжно, востекла потом на самый верх добродетелей. Таким образом, ни единого предлога нет в ссылаться на бессилие и невозможность. Коль скоро кто искренне возжелает спастись и с рвением приступить к делу этому, только тому это невозможно, кто совершенно бесчувствен и произвольно предает себя в руки смерти. Почему слышим? «Для чего умирать тебе, дом Израилев, — говорит Господь? — Чего ради, когда принадлежит нам бессмертная жизнь, мы избираем вечную смерть? Благое владыка наш каждодневного пьет, придите ко мне, все труждающиеся обремененные, и я успокою вас. Но мы бремя грехов своих сбросить с себя не хотим. Он взывает, «Я, если свет миру ходящий, во мне не имеет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». А мы обращаемся в противоположную сторону, самыми делами изрыгая хульную речь, отступи от нас, путей твоих знать не хотим. После этого нам остается только выслушать призов рассуждения и отвержения. «Ходите светом огня вашего и пламенем, который разожгли. Идите туда». Доведаем, однако, что таковые царствия Божия не наследуют делающие так, как говорит апостол. Но да не будет, чтобы это и о нас справедливо могло быть сказано. «Вы, друзья мои, если делаете, что я заповедую вам», — говорит Господь. «Будем же творить все заповеданное. Да сподобимся друзьями Господу быть и наследовать Царство Небесное». 243. Отец наш духовный, святейший митрополит Сенатский Михаил, переселился к Господу. Жизнь его была похвальна, и слово сильна. «И мы веруем, что в предстоящем исповедании вместе с другими отцами и исповедниками будем, и его иметь ходатаем о нас перед Господом». Почему пусть не высятся сами в себе злоименные иконоборцы, говоря, что исповедники Христова опечалены смертью святого Михаила, «но более допознает, что представление такого в их лиц для Церкви Божией непоколебимое твердыня, для нас же оставшихся утверждений истины, а их омраченной прелести оплевания. Но поскольку спасает человека вера, движимая любовью, то прошу вас и ныне, как всегда, будем верно исполнять божественные заповеди и всегда готовыми себя иметь к исходу по причине безвестности часа смертного. Ибо знаете, что и названный перед этим отец наш, вдруг схваченный сильными болями, палящий огневицею, в следующий день стал безгласен, а на третий предал дух свой Господу. Но и прежде его Афанасий, знаменитый игумен Павла Петерский, и одного дня не пролежал в болезни, но почти тотчас восхищен был из среды людей. Слышим, что иные, бывая поражаемым, молнии умирают, другие в море утопают. И, словом, много есть нечаянных случайностей, по причине которых вынимать в себе и бояться, должно, как бы дьявол, обманывая нас день от дня забвением смерти, вдруг не привел нас к последнему часу в крайнем изумлении, по которому мы не способны будем сделать что-либо по делу покаяния. Не страшат же ли нас приведенные примеры? Не приводит ли нас в трепет, когда помышляем о том, что в час тот связанный язык и гласа издать не может? И о том, как изыдет душа, отторженная от тела, когда много, может быть, будет присутствующих и плачущих, но никого помогающего, кроме благой совести. Почему прошу и молю, позаботимся всегда пребывать в исповедании, в слезах, в молитвах, в послушании, в смиренно-мудрии, в усиленном послушании и во всяком добром делании, чтобы в час последний, быв застигнуты им в нерадении беспечности, и мы не уснули в смерть вечную, об избавлении от чего молится святой Давид? Но, может быть, иной скажет, желаю, желаю, но не могу. Что за речь? Если дело идет о том, что выходит из естественного порядка, и я согласен, что нельзя, например, нам летать по воздуху, ходить по морю, также нельзя говорить носом и обонять языком, все такое невозможно и неестественно. Если же дело идет о том, что естественно и зависит от произволения, то такое слово ложно. Ибо мы как можем рассеянно держать себя и смеяться, так можем быть степенными и проливать слезы, так можем осквернять себя грешными пожеланиями и сплетениями неуместных помыслов, так можем хранить себя непорочными и чистыми от страстей, и как можем ожесточаться и упорствовать во зле, так можем умиляться и сокрушаться. Пусть злая похоть, обратившись в нас в навык, сделала нас бессильными на добро и сильными на зло, однако ж не следует отчаивать, да не будет, но опять охотно браться за дело и всячески стараться ни одного, ни только дня, но и часа не проводить беспечно, а всегда трезвиться и бодрствовать, быть непорочными и чистыми и к Богу прилепленными, так, чтобы и нам можно было говорить, «Прилипла душа моя по тебе, мне же, меня же прияла десница твоя». И таким образом, добре прошедшее здешнее пребывание, в Солум 62,9, переселиться отсюда с благою надеждою и там получить Царство Небесное. 244 «Ненадолго отлучившись от вас в предыдущие дни, теперь опять возвратившись, я нашел вас мирствующими между собою и в добром находящемся настроении и возблагодарил Господа за благочинение ваше, которое свойственно искусным и утвержденным в добре послушникам, в котором еще и еще утверждайтесь благодатью Господа нашего Иисуса Христа, чтобы как в смиренном присутствии моем, так и в отсутствии всегда сохраняться вам здравыми и неповрежденными. Причиной отлучения моего была, как знаете, смерть блаженного митрополита Халкидонского Иоанна, который добрым подвигом подвязавшись течения скончал и веру соблюдший отошел ко Господу восприять венец исповедничества с предшествовавшими святыми отцами и братьями нашими. Но как он умер от изнурительного поноса, что некие изумляясь этому говорят, если он добр, то как недобре скончался? Таковые болят неведением дела. Ибо добрая или недобрая смерть не тем определяется, что так или так кто скончался, но тем, если кто веру соблюл православную и жизнь имел безупречную. Скончавшийся же именно таков был. Хоть от водяной болезни кто скончается, хоть от поноса, хоть от другого чего разрушительного на суше или на море, ничего это не имеет укорного. Ибо это не от нас зависит, но лежит в сокровенных судах Божьих. Бог знает, что для кого полезнее. Так и устрояет, относительно ли продление жизни или ее скончание. Другие и другое нечто, слово «прятство» утверждает на разорение слышащих именно, что в паке бытии, когда Сын Божий придет судить всех, мы не будем узнавать друг друга. Ибо говорят, как это возможно, когда мы из тленных, каковы есть, сделаемся нетленными и бессмертными. И когда не будет Елена, Иудея, Варвара, Скифа, Раба, Свободного, Мужчины и Женщины, но все будут ангеловидны. Я же утверждаю, что возможно будет узнавать нам друг друга. И во-первых, припомните, что невозможное у человеков возможно у Бога. Так как мы самое воскресенье исповедуем, не на человеческих мудрованиях основываясь. Ибо для этого мудрования совершенно непонятно, как телу, истлевшему, и всюду разнесенному, с дверями съеденному, или птицами склеванному, или рыбами поглощенному, возможно в последний день собраться воедино и воскреснуть. И однако же неизреченной силой Божией каждое тело и соберется воедино и воскреснет, и всякая душа узнает свое собственное тело, которым прожила на земле. Если же свое тело узнает, то нет сомнения, что узнает и тело брата своего. Потом такое мудрование ведет к отрицанию будущего суда, ибо суд бывает над лицами знаемыми. Никто и не приводит в суд людей, себя не знающих и незнаемых. Но знаемых, как и написано, обличу тебя и представлю перед лицом твоим грехи твои. Так что если мы не будем узнавать друг друга, то и судимы не будем. Если же не будем судимы, то не получим и достойного воздаяния за дела свои. К тому же опять, как исполнится сказанное Господом апостолом, вы сядете на двенадцати престолах судить двенадцать колен израилевых, если они не будут знать тех, кого судить будут. Таким образом отовсюду заказывается, сколь неуместно такое предположение, и по нечестию равно баснословию Оригенову. Мы же, братья, веруя, веровать будем, что и воскресеньем, и друг друга узнавать будем, не в свойствах тления, каковы мы теперь, но в красотах нетления по неизреченному Божию хотению, как и прародители наши в раю. И прежде преступления знали друг друга, будучи нетленны, и после преступления, подвергших тлению, также знали себя. Почему веровать должно, что в будущем веке брат будет узнавать брата, отец чада, жена мужа, друг друга, приложу еще подвижник подвижника, исповедник исповедника, мученик сострадальца своего, апостол соапостола, все-всех, да будет всегда веселящихся жилища в Боге со всеми другими благами дающими и узнавания друг друга. Прошу же вас, будем крепко хранить веру святую, ибо видите, сколько уклонений бывает от нее, и сколько должны мы благодарить Бога, что не попали в какое-либо заблуждение, но получили и держим веру православную. Равным образом мы житие будем вести непорочное, ибо ведайте, каким ветром веет на нас дьявол день и ночь, но ничего не сможет он сделать нам, всегда находя нас огражденными верой и любовью ко Христу Господу. Почему будем стоять еще? И убежит от нас дракон этот. Будем плакать, и угасим разожженные стрелы похотей, смиримся под крепкую руку Божию, и Он возвысит нас, прибудем в совершенном терпении, и дьявол исчезнет, а мы спасенными войдем в Царствие Небесное. 245. Там и здесь по временам совершаются празднества, как и ныне в Некомидии. На эти праздники стекаются люди, продают и покупают, но это не надолго, ибо скоро все расходятся. Но душевный праздник один есть, и непрерывный, на всю жизнь каждого простирающийся, в которой предметами купли и продажи служат ни золото, ни серебро, ни одежды, и ни другое, что из вещей приходящих и тленных, но спасение души, жизнь вечная, Царство Небесное, о которых люди, все старания, долженствующие иметь. Мало, однако ж, и при том немногие заботятся, все же попечение все усилия обращают на вещи суетные и тленные. Мы же, братья, не попустим себе уклониться от главной цели нашей и от доброй купли, но слыша Господа, говорящего о Царстве Божьем внутри вас, всеусердно всякий день будем домогать, состяжать его, не золото и серебро сокровиществуя, но веру в правую и жизнь непорочную, послушание, терпение, смиренно-мудрее, великодушие и любовь, которая есть совокупность совершенства. Это и Господь показал в Евангелии, сказав, подобно есть Царство Небесное Человеку-купцу, ищущему добрых жемчужин, и когда он находит многоценный бисер, шерсть и продает все, что имеет, и покупает его. Вы, добрые купцы, все оставившие, вместо всего купившие добрый, придобрый и придорогой Маргарит Христа, когда решили взять крест и идти вслед его в преподобии и правде. Но как празднество есть время радования и недремлющего бодрствования, будем мы радостны и бодрены, покупая на здешнем празднестве спасение свое. Добр продавец, который во всем действует с благоговейным вниманием и никогда не выходит из себя. Добр покупатель, который без чести принимает радостно. Добр меняльщик, который дает кровь и получает дух, через терпение, с которым исполняет послушание. Но как слово наше коснулось послушания, то почтим в кухне исполняющих череды свои, как более трудящихся, друг друга тяготы носящих, и так исполняющих закон Христовой любви, любовью. Почтим и пекущихся необходимых потребностях братьев, как добрых и опытных экономов о Господе. Почтим и на псалмопениях радушно и благоговейно поющих, как достойных большего воздаяния. И смотри, какова жизнь наша, каково действование, какова блаженная купля, которую делили святые отцы наши с полным усердием, которую и мы, добре совершиво и успешно окончив, с радостью возвратимся домой пореченному святым Давидом. Обратись, душа моя, в покой Твой, ибо Господь облагодетельствовал Тебя. И будь всем нам в час смерти и спустить таковой глаз, как отходную молитву, и улучить затем жизнь вечную во Христе Иисусе Господе нашим. 246. Наступило начало нового лета, когда в Евангелии на этот день читаются такие слова «Дух Господень на мне, Его же ради помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить сокрушенных в отраду, проповедовать лето Господне приятно». Итак, поскольку Единородный Сын Божий послан Отцом в мир как Целитель, то взыщем у Него просвещение отчей как слепые, освобождение как пленные, отрады как сокрушенные. Но кто слеп? Кто осмеливается, ослепляется пристрастием? Кто пленник? Кто уводится неуместным помыслами? Кто сокрушен? Кто обременен грехами? Всех таковых врачует Господь, ибо не телес только есть врач, но и душ. Не тогда только жившим присущ он был телес, но и ныне присущ есть всем невидимо, тоже благовествуя, беря грех мира и врачуя всякую болезнь и всякий недуг. Никто потому не оставался непросвещенным и неуврачеванным. Но да приступаем с верою и примет благословение от Господа и милостыне от Бога спаса своего. О, неизреченное человеколюбие! Он из несущих привел нас в бытие, падших опять восставил и третью даровал нам благодать, монашеское совершенство. Но если и еще согрешаем, не отвращаемся, а приемлет приступающих, когда сокрушены, подает отраду, когда плачем утешает, когда течем намощает, когда изнемогаем укрепляет, когда уранен и врачует, и когда на самое дно ада готово бываем незринуться, простирает руку и человеколюбно изъемлет из беды такой. Так, что по справедливости каждому прилично было бы говорить, если бы не Господь помог нам, давно бы душа моя вселилась в ад, а треновен превратився пасть, и Господь приял меня, Солом 117-13. И всякий знает, в какие впадал в искушение, и как тотчас обретал Бога помощником себе в скорбях своих. К тому же нас, алчущих, питает все благие телесно каждогодними плодоносиями, духовно причистыми тайнами более матери и кормящей грудью, желая нас и объемля любительно. Мать молоком питает чадо свое до времени. Истинный же Владыка наш Отец собственное тело свое дает нам в пище питье. И это всегда. О, неисследованное благостыне, о, непревосходимый дар, такового же благодетеля как не любить, как не вожделевать. И как не прилипляйся к нему до неразрывности. И подлинно, если не будем к нему так расположены, небо возопьет, и земля востинает на нас, и самые камни обличат будут нас в бесчувственности. Поэтому, чтобы этого не было, крепко возьмемся за возлюбление его, крайне ненавидя дьявола и отвращаясь от него. Ибо как благодетеля следует любить и вожделевать в меру благодеяния его, так в меру злодейств должно ненавидеть лукавого и отвращаться от него. Ибо он есть губитель жизни нашей, он человекоубийца от начала, по слову Господа. Он на бесчисленное множество сект растек рот наш, помудрованием их, многими стрелами греховными уязвляет его, и ищет совсем поглотить его. Такого его, если мы не будем ненавидеть, то не найдется мука, которая, как заслуживая, заслуживая, мучила бы нас за это, за то, что мы к врагу своему душегубителю прилагаемся. Но побежим от него, братья, побежим, сколько сил есть. Бежание же это что есть? Есть воздержание от злых дел и помышлений, равно как и к Богу прилепление. И на добрые дела себя посвящение. Почему беремся за добро со всем смирением, кротостью, благопокорностью, работая Господу в уверенности, что всякое добро, не огражденное смирением, незрело и непрочно, если же есть такие, которые надменно имеют о себе мудрование. Смиримся под крепкую руку Божию, да не напрасно течем, но наследие да сподобимся царствия небесного. 247 Мы не коснемся словом того, что у нас перед очами. Что же это? Настало собрание винограда, и видим, что где ветви обременены граждами, там радость и благословение, а где их скудно, там печаль и горевание. Нам же что до того, скажет кто из слышащих. И очень много, потому что иносказательные мы называемся виноградником Господним. Или не знаете, какую песнь поют во время совершения схимы? И не все ли мы подпеваем ее? Господи, Господи, призрец небеси и виш, и посети виноград сей, его же насади десница твоя. И Господь в Евангелии не говорит ли, я есть им ведь лоза в и ветви, и кто во мне и я в нем, тот сотворит плод многий, ибо без меня не можете делать ничего. Будем же во благом владыке нашем, как от него насажденное винограда подобно, и принесем ему грозды добродетели, да сподобимся благословения от него. И да не будет нам терния и волши страстей, принося подпасть под такой осудительный приговор, ибо всякое дерево не приносящее плода добра посекает и в огонь вметается. В отношении к нам это будет посекается через смерть, а в огонь вметается, разумеется, в огонь вечный, в который ввержен будут все худые творящие дела, отступающие от исповедания, тела свои расплевающие пороками, облака безводные от веры приносимые, древеса осенние бесплодные дважды умершие, исторгнутые с корнем, волны свирепое море, воспеняющие своими срамотами, звезды прелестные, которым готовится мрак навеки. Почему апостол Павел вопиет «бегайте блудодеяния, всякий грех, который сотворит человек, вне тела, а блудник грешит против собственного тела». Или не знаете, что тела ваши суть храм живущего вас Святого Духа? Его же имеете от Бога, и вы не свои, вы куплены дорогою ценою. Как же не стыдимся неба и земли, мы, купленные честною кровью Христовою, опять возвращаясь вспять, как не краснеем перед самими собою, совне являясь святолепными, внутри же будучи исполнены всякой нечистоты. Да коли будем хромать на оба колена, когда наконец установимся на одном пути, ибо говорит премудрый горе грешнику, ходящему двумя путями греха и добродетели, потому что они ничего не имеют дружественного между собою. Нельзя назвать благоумным домочадца, который и то господину своему служит, то врагу его. Всесело надлежит нам посвятить себя Богу, ибо только таким образом можем мы сделаться причастными жизни по Богу, почему не будем останавливаться на чувственном, как бессловесные животные, но душевными силами зайдем к созерцанию небесного, обращая чувства отленного к нетленному, от скоро гиблющего к негиблющему. Не попустим так же, чтобы наш софистический сплетатель зла расклевал сердца нашей ядом злых помыслов, но как только сеет он сласть похотную или другое какое зло, поспешим поскорее оттолкнуть от себя лукавого льстителя, как молитвами и молениями, слезами и воздыханиями, сердечными сокрушениями. Такова невидимая брань наша, таково непровозглашаемое борение и подвиг. Будем же, подражая телесным воинам, горя духом, прогонять невидимых врагов своих, и как те в надежде воздаяния и раны приемли не отступают, так и мы, хотя бы бесчисленными покрыты были ранами, не обратимся вспять, но все будем стоять и стоять, воевать и воевать, Божией будучи укрепляемой помощью. Молю вас об этом, ибо для этого и тружусь я, говоря вам свои краткие наставления, и затем радуюсь о добре шествующих, и о добре шествующих и воздыхаю о тех, которые поскользаются, но да будем все право шествующие, благодействующие, смиренно терпящие, в псалмопениях, молитвах, службах, послушаниях, смирениях, и Бог мира будет с нами. 248 «Радостью радуемся, когда приходит какой-либо господский праздник, и праведно, ибо мы при этом просвещаемся, входя в созерцание таинства, ради которого установлен праздник. Так это и есть ныне, в день воздвижения честного животворящего креста, ибо какая радость и какое восхищение, что древо, на котором стояли ноги Господа нашего Иисуса Христа, на котором он распятый и сточил животворящую кровь свою, что сие дерево мы сподобились не только видеть, но и лобызать и обнимать. Сколько иной трудится, чтобы собрать себе побольше золота гиблющего, а нам тотчас и дар, ибо вместе с тем, как мы облобызали крест, прияли просвещение, освещение и избавление. Так скоро благодать, так беструден дар, но для сохранения такой благодати неотложно потребует труд, молитвы и бодренного внимания, особенно потому, что на легко стяжанное обыкновенно легко смотреть и не как следует берегут то. Вот почему и взываю к вам, будем блюстись от такой погрешности и станем тщательно блюсти дар. Освещенных уст наших не оскверним словами ложными и беседами суетными, освещенных отчей наших не омрачим блудными воззрениями, а блистанного сердца нашего не очерним скверными воспоминаниями. И да не царствует, как попьет апостол, грех в смертном теле вашем. Воеже, послушайте его в похотях его, не представляйте членов ваших воруде неправды греху, но представьте себя Богу, как ожившие из мертвых, и члены вашего оружия правды Богу. Грех вами да не обладает. Вы не под законом, но под благодатью. Видишь ли, что в законе был царствующим грех, в благодати же правда воцарившись, избавляет нас от всякого греха, как написано, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Почтим, прошу, очищение, сохраним освящение, что мы сами себя не изводим в бесчестие, соделавшись почетными, что более надлежащего печемся от теле, которое спустя немного оставим во гробе, что приятное считаем похотную сласть, когда она воистину есть смертоносная болезнь, похотная сласть есть удочка дьяволова, она есть поджожка огня неугасимого, и однако ж мы, люди, влечемся к ней, как рабы, сами отдавшие себя в плен. Я слышал, как некто из задержимых этой страстью говорил, что лучше петлю на шее, нежели раболепствовать этому греху, ибо он, как жестокий деспот, повелевает рабу своему ступай и отходит, приди и приходит, сделай то-то и сочиненному повелевает греха этот именно, говори срамное и говори сделай дурное и делаешь.